Вот такой вопрос у меня. Умер в семье близкий человек, и вот есть такой обычай в некоторых семьях, ставят стакан с водой и накрывают хлебом, накрывают зеркала покрывалом. Нужно ли это делать или нет? — Всегда, прежде чем что-то делать, нужно задать себе вопрос «Зачем?». И когда мы этот вопрос себе зададим, сразу эти вопросы отпадут. «Зачем?». — Но здесь может человек просто сказать себе «Я, наверное, много чего не знаю, раз другие делают». — А зачем же делать то, что не знаешь, и то, что не понимаешь? Ты же не маленький ребёнок. Ну, маленькому ребёнку учат его перекрестись. Он не понимает, что это значит. Он знает, что так взрослые делают пока. Ну, в отдельном случае, если он задаётся вопросом, он говорит «Ну, позже узнаешь, откуда берутся дети». Обычно трёхлетним детям это не объясняют. «Меня же не было, а вот я появился». Вот как это всё произошло. Обычно говорят «Ну, попозже тебе это расскажут». — Патч, ну вот воцерковление человека начинается с того, что он в храме подражает так, как делают другие. — Ну, разумеется. — И здесь тоже. Вот все таким обычаем пользуются. — Нет. Ну, одно дело ребёнок, а другое дело взрослые. Взрослый человек всё должен делать осмысленно. Потому что если он делает что-то неосмысленно, возникают, ну, такие странные ситуации. — Что человека могут там лишить прав автомобильных за то, что он, допустим, спас жизнь другого человека. Ну, простая ситуация. Человек выбежал вдруг из-за машины. Я, чтобы его не задавить, выезжаю навстречную. Тут же милиционер стоит. Ваши права на полгода лишаем. Вы пересекли две сплошные. Вы говорите, я спас человека от неименуемой гибели. Что я должен был? Ты должен был тормозить. А я на тормозном пути бы его сжил. Неважно, вы нарушили правила. Получается абсурд. Я спасаю человека. Поэтому, если действовать бездумно, по каким-то правилам, обычаям, даже такие железные вещи, как правила уличного движения, в отдельных случаях нужно действовать против этих правил, зная их, но выбирая нечто менее ужасное, чем выполнение в данной ситуации этого правила. И так будет в любой области. Совершенно в любой области человеческой жизни. Поэтому, и так же и здесь, обычаи спрашиваются, зачем закрывать зеркало? Или, например, зачем ставить стакан, а сверху класть кусок хлеба? Это спрашивается, кому? Ваши, ну это язычество. Это вообще в самом таком густапсовом варианте. Это всё равно, чтобы пачечку сигарет положить в гроб, покойник курил, чтобы там нехорошо. А может быть, ещё туда в велосипед, чтобы он там покатался. А может быть, как египтяне, жену зарезать и тоже в могилу положить, чтобы ему там было, кому на стол накрывать. Это же... Я вот у одной женщины спросил. Вот смотри. Крестьянин сеял рожь, то есть пшеницу. Курица несла яйцо. Корову давал молоко. Виноградарь выращивал виноград, из него изюм. Электроэлектрическая система вырабатывала ток. В результате это получился кулич. Зачем ты его крошишь на могилу, кулич? Сколько людей потрудилось для того, чтобы создать этот прекрасный вкуснейший хлеб, ещё батюшка в церкви осветил. Зачем ты крошишь на могилу? А птички поклюют и на небо унесут. Обожди. Птички выше 30-го этажа не летают. Какое небо? И потом, как птички, куда... Это 21-й век, у человека такие представления, как в древнем Египте. Когда люди на колесницах ездили и вообще убивали друг друга. И было там рабство, и вообще не знамо что. Ну и, конечно, астрология ещё была. И вот это, ну, на таком уровне, зачем же зеркала завешивать? Зачем же птичкам кулич крошить? Где тут христианство? Где тут вечная жизнь? Где тут благочестие оживление? И это всё от начала до конца кощунства по отношению к Богу. Ну, батюшка, большинство людей не знают вообще, зачем они причащаются. Зачем они исповедуются? Зачем они... Ну да, ну, мы же... Нас спрашивают, как... Они говорят, надо. Наша задача объяснить, и этот вопрос им ставить. Потому что голова ждана не, чтобы платок носить или там шляпу. Батюшка, это если спрашивают, а так нет. Ну, конечно, кто-то не спрашивает. Но вот надо же всё равно как-то изъяснять. Потому что есть обычаи христианские. Вот омывать покойника. Мы этому уделили несколько минут. Это и есть христианские обычаи. И в этом есть смысл. В этом ритуале есть духовный смысл. А какой духовный смысл в завешении зеркалом? Стол перевернуть ещё. Ну, это вообще... Да. Ты тоже слышишь. Ой, это, знаешь, тяжело слышать. Вот просто тяжело слышать. Как вот, когда человек говорит, вот за что мне это? Мне это всегда слышать просто тяжело. Когда человек говорит, за что мне это? Как будто мы негрешные люди. Как будто не за что нам.